Нужно ли нам приводить это общество к какой-то подготовке? Конечно, нужно объяснять. Давай поднимемся над нашим эго. У вас, скажем, в городке есть какие-то проблемы, что-то там происходит, или между семьями, или что-то подобное. Давайте обсудим, как можно все это решить. Не на уровне страны. На уровне страны все умные, а на уровне мира еще умнее. А здесь, в семье или в нашем городке, это труднее всего. Но для этого, для того, чтобы быть объективными, нужно подняться над нашим эго. Давай попробуем, как мы можем подняться над эго. Что такое эго? Это когда я никого не принимаю, и я не принимаю, и ты не принимаешь его. Поэтому мы удаляемся друг от друга, и все наше поколение такое. А как можно все сделать наоборот, если наша природа не позволяет нам ничего сделать? Или же мы поднимемся над нашей природой. Что значит подняться над природой? Я, с одной стороны, хотя и чувствую себя самым умным и тому подобное, я принимаю твое мнение как нечто очень большое. Почему? А вот так, вот просто так. Это условие. С одной стороны, я ниже всех, с другой стороны, я выше всех. И ты тоже самое, и он так же, и все такие. И давайте начнем думать, как можно объединить все наши отмены вместе. Если мы все вместе, каждый из нас отменит себя относительно других, тогда мы сможем объединиться. Если мы так объединяемся, то появляется уже точка чувства и разума общего, общая точка. И из этой общей совместной точки мы правильно сможем принять решение о наших проблемах. Ведь проблема, собственно, проблема, потому что каждому она выглядит, принимается в какой-то определенной форме. А если мы соберемся в этой точке, думая друг о друге, тогда мы сможем рассмотреть эту проблему объективно, такову, какая она есть. То есть это не так, как каждый сам себе лжет, как он видит эту проблему. Этим мы приобретаем инструмент для того, чтобы увидеть истину.